О главных новостях Алтайского края прямо сейчас в программе День с толком. С вами Мария Мацаева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. 62 возгорания за сутки. В регионе продолжает действовать режим не просто высокой, а чрезвычайной пожароопасности. Барнольский турист, получивший инсульт на Филиппинах, не может выбраться из страны. За что мужчине грозит тюрьма и как ему помочь? Начнем. За прошедшие сутки на территории края случилось 62 возгорания. При этом только три из них прошли в жилом секторе. Все остальные – природные очаги. В регионе продолжает действовать режим не просто высокой, а чрезвычайной пожароопасности. Такие впечатляющие кадры сделали барнаульцы накануне вечером. С речного вокзала было видно большое огненное пламя. Горели поля, а точнее заливные луга на землях водного регистра. Сильный ветер активно подгонял пламя, которая подбиралась к двум населенным пунктам Первомайского района – селу Фирсово-Слобода и поселку Новые Грани. Контролировал ситуацию третий пожарно-спасательный отряд МЧС региона. Он подогнал две автоцистерны. Одну установили в районе Чесноковки, а другую – со стороны садоводства «Энергетик». Боевые расчеты несли дежурство со стороны села Фирсово в районе садоводства «Энергетик», а также в городе Новоалтайске. Угрозы территориям садоводческих товарищей, населенных пунктов не допущено. На данный момент активного горения не наблюдается. Обстановка с ландшафтными пожарами остается на контроле подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Другой сильный пожар случился накануне на юге региона в Угловском районе. Возгорание произошло в лесу из-за удара молнии, а сильный ветер стал причиной быстрого распространения огня. Со слов очевидцев, он угрожал двум населенным пунктам – жителям сел Воловой Кордон и Симонова. Жители даже разослали сообщение быть готовыми к эвакуации. К счастью, она не понадобилась. Лесоохрана смогла потушить огонь. Отметим, всего за минувшие сутки от сухих гроз зафиксировали 16 очагов пожаров. Помимо Угловского, они произошли в лесах Егорьевского и Новичихинского районов. Добавим, что уже сегодня утром в Барнауре сразу 10 пожарных автоцистерн и больше 50 человек привлекли для тушения огня на складах. Возгорание площадью больше 200 квадратных метров ликвидировано. Барнаульца, который серьезно пострадал во время аварии с трамваем, перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. О самочувствии Николая Андриянова рассказала его супруга Виктория. Роковой поворот, который изменил жизнь водителя авто. Апрель этого года. На пересечении Ленина и Аносова столкнулись автомобили трамвай. За рулем машины был Барнаулиц Николай Андриянов. Удар произошел в тот момент, когда мужчина хотел повернуть на перекрестке. Мне прислали фотографию с места ДТП, то есть уже взятую из новостей. Сразу увидела, что это машина мужа. Увидела на фотографии, что стоит скорая помощь, он лежит на носилках. Мужчина чудом остался жив. Барнаульца подключали к аппарату ИВЛ, провели несколько операций, впереди еще одна. В крайне тяжелом состоянии он находился две недели. Сейчас сложно сказать, что Николай идет на поправку, но по крайней мере его перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. О том, кто же виноват в аварии, водитель трамвая или автомобиля, пока сказать сложно. На данный момент проводится проверка по факту ДТП. В настоящее время для установления нарушенных пунктов правил движения Российской Федерации водителем автомобиля и водителем трамвая назначено производство судебной автотехнической экспертизы. По результатам экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение. А мы напомним, что семья Андреяновых сейчас ищет свидетелей аварии, чтобы разобраться в том, что же произошло. Телефон супруги Николая вы сейчас видите на своих экранах. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульский турист, у которого на Филиппинах случился инсульт, не может выбраться из страны из-за счетов за госпитализацию. Больница не намерена отпускать на родину больного из-за местных законов. О том, почему барнаульцу грозит тюрьма и кто может ему помочь, смотрите в следующем сюжете. Все, давай, Италия, я с тобой. Понял, все, давай. Барнаульский, Виталий Павлов отдыхал на Филиппинах с февраля. Билеты обратно были взяты на сегодня, однако улететь не получится. 2 мая его настиг инсульт и половину тела парализовало. Скорую помощь вызвал друг Дмитрий и по местным законам финансово отвечать придется ему. Лечение в филиппинском госпитале обходится порядка 50-70 тысяч рублей. Неизвестно, сколько лечение это еще продлится, оплата за лечение полностью не поступит в полном объеме, то им обоим может грозить уголовная ответственность по местным законам. Сейчас состояние Виталия среднестабильное. Чтобы ему разрешили пересечь границу, необходимо оплатить услуги госпиталя и получить разрешение на перелет по состоянию здоровья. Без документов за жизнь Виталия уголовную ответственность несет человек, забравший его с медучреждения. Чтобы больного доставить в Россию, нужны большие средства. Если это отдельный борт МЧС, 5 миллионов рублей. Если это борт, где его повезут лежачего носа с пассажирами и с командой медиков, порядка 2 миллионов рублей. И лучший вариант, скажем, самый недорогой, если его можно будет транспортировать в коляске. К сожалению, российское консульство помочь не может и просит обратиться в Министерство иностранных дел. Тем временем деньги друзей постепенно кончаются и надо срочно предпринимать какие-то меры. Чтобы не попасть за решетку в другой стране. Туристы просят земляков помочь финансово. Данил Кузнецов, Егор Волков. День с толком. Профессии она посвятила 20 лет. Добросовестной, вежливой и справедливой называют медсестру в Барнаульской больнице ее пациенты. Коллеги ценят, а сама героиня нашего сюжета продолжает помогать людям, несмотря на все сложности профессии. Немного истории. Медсестры появились в 19 веке во время сражений в Крыму. Монахини и сестры Милосердия работали в английском лазарете и полевом госпитале. Впервые в мировой практике англичанка Флоренс Найтингейл начала распределять раненых по разным палатам в зависимости от вида травм. За полгода работы смертность снизилась на 40%. После окончания боевых действий она открыла первую школу медсестер. А это медсестра сегодняшних дней Ирина Тыщенко. Ее стаж уже 20 лет. Родилась в Заринском районе. Посвятить свою жизнь медицине решила с детства. Примером послужила мама, которая работала в сельском ФАПе много лет. Когда я училась в восьмом классе, мама уезжала на совещание. И произошло, что девочка упала и очень сильно поранилась. Маленькая девочка, у нее были осколки стекла на лице. Я убирала их и наложила повязку. Ну, так как еще навыков у меня не было, как правильно накладывать. Но, тем не менее, я все обработала, делала все чисто. Очень удивлялись затем, потом в больнице, когда ее отправили. Ну, что же за фельдшер-акушерка там на ФАПе так повязку сделала. Уже тогда хотелось научиться работать правильно и помогать людям, говорит Ирина. Получилось. Ирина закончила Барнаульский медколледж и погрузилась в профессию. Коллеги отзываются о ней, как об ответственном сотруднике, отличном наставнике и просто хорошем человеке. Коллектив у нас дружный. Они помогают все друг друга, выручают. Какая-то... Мы живем, у нас, можно сказать, большая семья. Какая бы проблема ни случилась, все друг друга выручают. Ну, Ирина Николаевна в первую очередь отзывается всегда. Отзовется, поможет. Может, даже где-то в ущерб своей семьи, но выручит всегда. Семья поддерживает и понимает, говорит Ирина. Два сына помогают во всем. Она считает, что сложность сестринского дела в успешном владении смежными специальностями и умении подменить коллег. Персонально, конечно, хотелось бы поблагодарить девушку, медсестру, которая нам ставит уколы. Звать ее Ирина Николаевна. Очень добросовестная, вежливая, справедливая. В общем, человек, дело и именно удела. Это ее место. Ну, самое главное, это когда ты даришь какое-то тепло, радость людям, помощь и внимание. И говорят тебе спасибо. Это высшая награда, я считаю, за свой труд, за свое дело. Мне нравится моя работа, я люблю свою работу и никогда не поменяю ни на что. Как бы тяжело не было, какие бы ситуации не были. Ирину не пугает маленькая заработная плата. Она надеется, что когда-нибудь сестринский труд будет оценен по достоинству. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Свалка бытовых отходов образовалась во дворе Барнаульской многоэтажки. Все потому, что жильцы сразу трех многоквартирных домов атаковали чужой мусорный бак. Отходов стало настолько много, что их не успевают вывозить. Как люди борются с мини-полигоном и чем им можно помочь, узнавала Валентина Аскерова. Здесь была гора мусора. Вот этот весь мусор собрали вот в эти мешки. Вместо гантели спортзали тягают мусорные мешки во дворе. Уже несколько лет жильцы многоквартирного дома Сантона Петрова 108 вынуждены прибираться за соседями, которые пользуются их баком. А он, как говорится, не резиновый. Еще три дома. 110, 110А и 108А. Получается четыре дома. А контейнер 0,8. Нам куда деваться-то? У других домов, получается, нет мусорных контейнеров? У других домов есть мусорные контейнеры. Но жители домов, им удобно сюда носить, они сюда носят. Девушка тут шла. Это самое. Мы говорим, девушка, у вас своя там мусорка. Мы за свою платим, вы за свою. Нет, она мне некогда. Бросила прямо на пол. Все идут и все нам на пол бросают посреди двора. У нас контейнер переполненный. Они верят, что переполнены. Они все равно на пол ложат целый город и идут. Не донесли до места. Силы не хватило. О злополучном мусорном контейнере, который атаковали все, кому не лень, мы рассказывали в конце прошлого года в рамках коммунального патруля. Что тогда, что сейчас, жильцы требуют перенести бак в более подходящее место. Например, туда, где находятся другие контейнеры. Представитель управляющей компании пояснил, что процедура переноса мусорного бака небыстрая. Нужно провести собрание собственников. Должен быть инициатор собрания из собственников. Должна быть счетная комиссия, кому они доверяют. Кто будет вести подсчет голосов. А проголосовать нужно большинством голосов или стопроцентно? Совершенно верно. Нет. 61%. В ближайших планах у жителей провести собрание собственников, проголосовать и направить документ в администрацию. Если большинство проголосует за перенос, то власти дадут добро. Пока же людям приходится лишь надеяться на успех. И черпать вдохновение где угодно, только не у себя во дворе. Все в окошко свое, представьте, выглядываю и вижу вот эту помойку перед глазами. Каждый день меня уже трясет от этой помойки. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. И к другим новостям. Старейший парк в Барнауле закрыли для посетителей. Здесь началось комплексное благоустройство. Оно обойдется почти в 120 миллионов рублей. Объем вложений и запланированных работ для парка со 140-летней историей рекордный. Какие преображения ждут места отдыха и как обустройство повлияет на развитие территории и города в целом, расскажем далее. Звук перфораторов, тяжелая техника и груда строительного мусора. Вот уже три дня, как в парке, орудуют рабочие. Сразу несколько бригад. Одни демонтируют старое покрытие на аллее и дорожках, другие роют траншею для прокладки электрокабеля. Проводов над землей больше не будет. Установят новые опоры, да и в целом система уличного освещения станет современнее и разнообразнее. Своя подсветка будет и у фонтана, и у качелей для взрослых, что установят рядом с ним. Вновь восстановленный, благоустроенный, по сути реконструированный фонтан. Он будет полупешеходный. Достаточно интересное решение дизайнерское. Поэтому сейчас как раз ведутся активные работы по демонтажу конструкции. Кроме этого в парке появятся различные игровые детские площадки. На разный возраст ориентированные, современные, из экологичных материалов. А еще дорожки, облицованные плиткой, белый мрамор, новые скамейки, беседки и другие малые архитектурные формы. Среди новых объектов будет и один достаточно большой, знаковый для парка. В этой части парка разместится новый амфитеатр, малая сцена, круглая в диаметре и с сидениями для зрителей в форме амфитеатра. Изменится и ландшафтный дизайн. Добавят кустарников и деревья. С одним из десяти растущих сегодня дубов свяжут новую традицию парка. С этой дорожки, с этой тропы, ведущей от дерева дружбы, и начнется та самая экотропа. А у нас в парке на территории бывшего ботанического сада имеется 10 дубов. И эти 10 дубов будут соединены как раз с экотропой. И дальше будет развитие уже получать. Раскрою немножко тайну. Дальше в дни празднования, дни рождения парка, мы будем высаживать ежегодно дубы вдоль этой экотропы. За счет нацпроекта «Жилье и городская среда» этот объект стал победителем народного голосования 2022 за благоустройство общественных территорий. На ремонт потратят порядка 120 миллионов рублей. Масштабное преобразование, говорит руководство парка, позволит проводить здесь больше разных мероприятий. Но главное – воплотит в жизнь концепцию места с богатой историей, столь привлекательную для туристов и для развития города в целом. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле вновь появились афиши фестиваля «Ветер Сибири». Только теперь местом проведения мероприятия заявлен Новосибирск, а не Бийск. В прошлом году рок-фест должен был пройти под Наукоградом. Это событие громко освещали в СМИ. Для Сибири, тем более для Алтайского края, организовать свой всероссийский рок-фест было бы почетно. Еще громче история зазвучала после отмены фестиваля. В июле 2022 за месяц до проведения в группе фестиваля в социальной сети появилось объявление. Из-за нестабильной эпид-ситуации фестиваль переносится на 2023 год. Перенос таких мероприятий – не новость. С 2020 года рок-фесты в России неоднократно ставили на паузу. Но задолго до официальной отмены были звоночки, что мероприятие вряд ли состоится. Территорию бывшего аэропорта под Бийском, где планировалось проведение, даже не начинали расчищать. О создании инфраструктуры для приема тысячи гостей не шло и речи. По мнению некоторых причастных к музыкальной сфере экспертов, фестиваль перенесли во избежание каких-либо акций от зрителей в связи с проведением СВО. «Ветер Сибири» окончательно оброс скандалом, когда зрители не могли вернуть деньги за билеты. Кто-то даже обратился в суд. А в «Контакте» появилась группа «Деньги на Ветер Сибири», где зрители делятся историями возвращения своих средств. Там более 700 человек. То, что фестиваль перенесен в Новосибирск, дает большую гарантию, что он состоится. Но обманутые и обиженные россияне, которые брали отпуск под рок-фест, покупали авиабилеты, бронировали гостиницы, могут не проявить должный энтузиазм. В хедлайнерах сейчас заявлен Чиж, Владимир Кузьмин, Мука, Слот, Ария, The Hatters. Билеты фан-зону стоят 3,5 тысячи, а в ВИП – 15 тысяч. И в завершении выпуска к новостям спорта. Вслед за хоккеистами и баскетболистами на летнюю паузу ушли и спортсмены из настольного тенниса. Сезон у них получился насыщенный и даже прорывной. Красивую точку алтайские теннисисты поставили в Барнауле, где организовали всероссийские соревнования. Подробности у Дмитрия Дроздова. Этот сезон алтайских теннисистов войдет в историю. Судите сами, главная команда края в дебютном сезоне премьер-лиги элите настольного тенниса в России вышла в плей-офф командного чемпионата, попав в топ-8. Теперь эти команды продолжат борьбу за медали в Сочи. На вопрос многих, почему наши не рассчитывают на золото, ответ прост. Алтайский теннис слишком молод для такой конкуренции. К примеру, в топовых командах играют китайцы или хорваты. Их заработная плата может составлять от полутора миллионов рублей. Таких денег у нас нет, но тренерский штаб ставит упор на своих воспитанниках и на подрастающее поколение. Растет поколение, по сути смены. Малыши растут, малыши крепнут. Такие соревнования, как сегодняшние, они позволяют кому-то поиграть. Кто-то первый раз видит такой зал. Все это им интересно в новинку. Успехи юных теннисистов за этот сезон можно перечислять бесконечно. Это и медали всероссийского турнира в Бердске, переход в класс А, команды Алтай-джуниор, победы на первенстве края, Сибири и так далее. А что касается всероссийского турнира в Барнауле, то здесь собрались 22 региона, свыше 400 участников и есть возможность получить звание мастер спорта России. У нас ближе всех к мастеру получился только Кондаков, восьмое место. Ну, молодой, перспективный, поэтому еще, я думаю, шансы у него будет. Федерация настольного тенниса Алтайского края заявила и довольно-таки сенсационную новость. Будет создана женская команда, назовут ее Алтай. Совсем юные девчонки будут расти до настоящих чемпионов. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, День с толком. А на этом все новости уходящей пятницы. Завтра смотрите итоговый выпуск недели с Татьяной Голубевой. Неизменно для вас телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания Эвалар. Всем хороших выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok